Микс Ньюс Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме и вот ко мне присоединился Артём Липин. Доброе утро. Евгений Копеин помогает, Олег Пеков в студии. И сегодня нашим гостем является исполнительный директор восточной дирекции города Риги Дмитрий Павлов. Здравствуйте, доброе утро. Три, я понимаю, дирекции, да, есть Пардауговская, Северная и Восточная. Я представляю восточную исполнительную дирекцию города Риги. А как, что входит вообще, за что вы отвечаете, за какие? Ну, три таких классических района. Два спальных района, это Плявники, Кенгаракс, да, и исторический московский Форштадт. Три района. То есть такая даже юго-восточная часть Риги? Ну, наверное, да, соглашусь с вами. А центр в Северную уже уходит? Нет, центр тоже. А, ну вот еще, это же очень важно. Да, ну вот говоря, если мы там сразу с этого начали, центр Риги, он последние там несколько недель активно обсуждается акустический зал концертный. Это тоже, я так понимаю, входит вот в вашу территорию. Вот как представитель восточной дирекции, как вы относитесь к решению? Все-таки я должен уточнить, что территорию центрального района мы с коллегами из земельской дирекции делим пополам. И граница идет по Валдемара, до Академии художеств, Элизабетес и по Бривибас. То есть это уже не все-таки не ваше? Да, это вопрос коллег из земельской дирекции. Это не наша административная территория. Ну, все равно интересно ваше мнение. Наверняка у вас были диалоги с коллегами по этому поводу. Да, действительно были, да, и мы слышали мнение профессионалов. Мы считаем, что все-таки надо еще крепко подумать над тем вопросом, который предлагается построить новый акустический зал именно по этому адресу. Может быть, надо все-таки провести более широкую дискуссию, в том числе и с профессионалами. Посмотреть, может быть, есть другие лучшие варианты. Но есть ли какие-то, я, насколько я понимаю, не было ни диалога со стороны правительства, ну, я имею в виду с представителями Риги. И если начнется строительство, есть ли хоть какие-то, не знаю, рычаги влияния, где вы можете сказать, так, стоп, Рига – это наша, мы… Или так как это все-таки государственная земля, то ничего поделать. Знаете, я думаю, что есть механизмы, которые позволяют жителям и каждому из нас, значит, дать такой четкий сигнал правительству и тем, которые принимают решения. Мы в свое время очень активно использовали вот этот портал… Рига ЛВ, наверное, или… Нет, Балсу, Балсу… Монобалс, наверное. Монобалс, да. Мы собрали там, по-моему, более 14 тысяч голосов жителей нашего Латгальского предмесяца, и мы тогда выступили против вот этих… против торговли наркотическими этими травками… Спайсами. Спайсами. Спайсами, это уже было несколько, 4-5-6 лет назад, да. И надо сказать, что вот это один из таких рычагов, к которому прислушались, и вы знаете, что после этого были приняты соответствующие решения. Ну, а вообще, если говорить про город, как, ну, вот место сосредоточения большого количества людей, насколько здесь возможны какие-то глобальные изменения, вот без… Ну, как можно учесть вот решения людей, когда они могут, ну, часто бывает противоречат друг другу. Например, строительство какого-нибудь торгового центра, с одной стороны, близлежащие там районы могут, ну, вот возмущаться, что им там это что-нибудь загораживает или мешает, а другим, наоборот, удобно подъехать, затовариться. То есть, вот, ну, начинаются конфликты интересов. Ну, еще одна из таких форм, значит, в последнее время очень активно создаются так называемые апкоэмбедриемыз, да. Это сообщество, товарищество тех жителей, которые живут в конкретном районе, микрорайоне там и так далее, да. И, ну, даже в последнее время, вот я как житель Задвини знаю, вот, может быть, отдельных деталей, нюансов не знаю, да, вот, ну, вот строительство торгового центра на улице Канцина, ну, жители все-таки свое мнение отстояли, да, и действовали довольно активно. Если смотреть глобально, вот, в настоящее время еще не утвержден новый план развития города Риги на предстоящие, там, 10-15 лет, да. Это должно произойти в конце этого года. Но пока это депутаты не проголосовали, у жителей, у каждого жителя есть свое право высказать свое мнение по планированию, перспективному развитию той или иной территории и конкретному объекту. И депутаты, голосуя, обязательно должны к этому прислушаться. Телефон напрямого эфира у нас не изменили. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, также можете писать нам по WhatsApp, по 2-3-0-6-1-9-1. Да. Такой, может быть, немножко наивный вопрос. Вы сказали, что вы живете в Задвине, при этом вы глава Восточной дирекции Риги. Неудобнее ли было бы жить в том месте, в котором вы должны как бы следить? Или это такая, ну, как бы, или это необязательная вещь, как бы, главное, просто быть в курсе? Ну, мне кажется, что это необязательное условие, да, тем более, что, живя за Двиной, я имею возможность каждый день, утром, вечером, выходные, в рабочие дни посмотреть. Может быть, что-то коллеги хорошее делают, да, на своей административной территории. Да, это обогащает нашу каждодневную работу, да, и вот довольно часто, значит, приезжая к себе, вот у нас по вторникам есть традиционные планерки. Ну, вот один из вопросов, который я ставлю в пример своим коллегам, да, хотя мы этим не занимаемся, но наши коллеги из Риги с Межи этим занимаются, да, клумбы. Посмотрите, какие красивые клумбы в Задвине, да, ну, кое-что и у нас в последние годы появились, да, но, несмотря на это, я считаю, что мы немножко отстаем. Ну, мы собираем мускул, да, и собираемся в ближайшие годы, значит, таким же образом благоустроить и нашу территорию, с точки зрения цветочных пунктов. Ну, вот у вас как раз такие достаточно сложные районы, как Московский форштадт, Кенгаракс, которые считаются такими спальными районами, в Московский форштадт, там много достаточно, с одной стороны, зданий интересных с точки зрения архитектуры, там, деревянной архитектуры, а с другой стороны, и заброшенных, и вот таких разваливающихся. Вот как я знаю, что для Риги все-таки вот с передачей бывшим хозяевам зданий очень было много драм, трагедий, когда людей вот насильно выселяли, а затем дом просто стоял пустой и разваливался, и, ну, вот люди ходили, просто сердце кровью обливалось, а что же это такое делается? Ну, вот не проще ли было бы оставить людей там, чем просто вот здание рушится на глазах, а собственнику как будто бы плевать на него? Да, действительно, и у нас в форштадте были такие драмы и трагедии, да, но я хочу сказать, что в последнее время ситуация понемножку все-таки меняется в лучшую сторону, да, сами жители, да, и владельцы начали думать, да, какие инструменты использовать, значит, каким образом привлечь, может быть, со стороны какие-то финансовые ресурсы, чтобы привести в свою собственность. Но мне лично очень нравится в последние годы, 3-4 года, это, наверное, четвертый год, когда вот инструмент, который, значит, утвердила и приняла, так сказать, к действию прежний состав Рижской Думы после финансирования, проведения в порядок фасадов зданий. Мы очень много сделали, и спасибо, что нас поддержали, чтобы в состав этих территорий вошел московский форштадт. Одна из проблем, которая касается вот зданий и территорий вот этого московского форштадта, дело в том, что практически на этой территории нет собственности самоуправления, да, да, были те зеленые зоны, Клус Айс Паркс, Мира, Дарс, да, значит, которые вот уже несколько лет как приведены в порядок, все остальное это в частных руках. И одна из таких, ну, проблем, которая сдерживает возможное развитие тех или иных адресов и собственности состоит в том, на наш взгляд и на мой взгляд, что многие владельцы не живут в Латвии, да, и действуют по приведению своей собственности только через своих уполномоченных лиц и так далее. Все-таки это, на наш взгляд, снижает результативность вот этого всего процесса, да, и, ну, где-то, может быть, эти люди напрямую не заинтересованы в приведении порядка. — А есть какие-то потенциальные рычаги, что можно сделать для того, чтобы вот как-то поменять эту ситуацию? Потому что заброшенные дома — это проблема далеко не только Риги, и если там поехать по Латвии, есть даже города, где ты въезжаешь, и там здание, я помню, не знаю, лет 15 уже стоит, оно там недостроенное, может быть как-то, что, не знаю, если владелец не объявляется, не отвечает на звонки, то оно автоматически переходит к городу, или что-то, какие-то такие вещи? — Ну, если бы в свое время и он активно циркулирует, вот идея о том, что в таких крайних случаях, когда владелец абсолютно не реагирует, да, и здание приходит в такое почти аварийное состояние, да, значит, его передавать в собственность или государство, или самоуправление, да, но, к сожалению, до сих пор парламент на такой шаг не решился. Но, тем не менее, у Рижского самоуправления есть свои рычаги, как воздействовать на таких нерадивых собственников, да, ну, я думаю, что и радиослушатели знают, это так называемый процесс повышения ставки налога на недвижимость до 3%, да, это и, значит, административное дело производства, да, и есть отдельные примеры, примеры, когда, ну, самоуправление за счет своих средств приводит в порядок, да, чтобы избежать предаварийного или аварийного состояния конкретного знания, да, и потом в регрессном порядке взыскивает владельца. — В последние годы наблюдалась такая тенденция, что жителей в Риге становится меньше, ну, и, в принципе, в Латвии становится меньше, но в том числе и в Риге, и опросы, там, месяц назад, мне кажется, был опрос, который говорил о том, что жители в Латвии все меньше видят необходимость, все меньшее количество людей в Латвии видят необходимую жизнь именно в столице, все больше привлекательности набирают другие территории Латвии. С этим возникает вопрос с уменьшением жителей, знаний-то меньше не будет становиться, не будет ли увеличиваться вот количество таких аварийных домов, заброшенных или мало обжитых? — Ну, допускаю, что может быть какая-то тенденция, да, но, допустим, если самоуправление и правительство пойдет на такие шаги, которые, может быть, начнут предоставлять какие-то льготы тем, которые хотят перенять такую собственность и такую квартиру, да, значит, и своей активной деятельностью за счет таких инструментов, о которых мы только что говорили, приводить это все в порядок, это, на мой взгляд, могло бы стимулировать вот таких активных людей, жителей, да, по перенятию такой собственности. — Московский форштадт, опять-таки, вот, если говорить о его исторической какой-то вот ауре, известен все-таки как немножко такой хулиганский район, ну, там говорят, что живут достаточно такие вот, ну, лихие люди. Вот как решается вопрос этот, ну, вот, меняется ли ситуация, насколько, как вот сложно, да, безопасности, да, то, что там по вечерам, но считалось, что не очень безопасно прогулать. — Ну, до сих пор считается, да, что уж там ходить вокруг, округа у Кенгаракса, Московский форштадт считаются такими самыми, может быть, даже стереотипы какой-то, ну, хулиганские, да, такие, 15-й троллейбов, 7-й трамвай. — Ну, вы знаете, однозначно хочу сказать, что это в очень большой степени стереотип, да, и, допустим, поскольку мы сами, географические здания исполнительной дирекции находятся на улице Далгопилс, да, ну, по сути дела, почти центр Московского форштадта, нам по роду своей деятельности довольно часто приходится встречаться с бывшими жителями Московского форштадта, да, которые, скажем, своих детей водят на школу танцев на улице Далгопилс, да, или приезжают к родственникам, знакомым, к нам обращаются за какими-то историческими справками там и так далее, да, и очень часто, очень часто эти люди говорят, да, мы удивлены, как здесь все изменилось, да, значит, и ситуации в форштадте, это одно. Второе, значит, ну, каждый из слушателей может обратиться к статистике, да, которая, значит, в социальных сетях, да, и в других источках информации, да, мы не хуже, мы не хуже, чем, 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 как говорится, другие предметы, да. Третье, в последнее время и государственная полиция, и полиция самоуправления, Рижская дума много делает для того, чтобы все-таки, ну, вот те, те, те зоны, где были вот эти всплески правонарушений, да, установить, устанавливается видеонаблюдение, да, вот не только в Старой Риге, но камеры, значит, видеонаблюдения вы можете увидеть в Гризенкалнсе, в московском форштадте, да, и сегодня уже такое, ну, обычное действие, когда мы с госполицией, с полицией самоуправления получаем запрос, дайте, пожалуйста, распечатку с видеокамеры такой-то, такой-то на перекрестке таких-то улиц, да, и, ну, кроме всего прочего, значит, ну, масса всяких таких очень-очень даже смешных ситуаций, которые вот разрешаются с помощью видеокамер. Ну, например? Вы знаете, это было два или три года назад, да, значит, я вам расскажу уже, так сказать, последствия, что мы увидели в видеокамере, да, в видеокамере, ну, получилось так, что на, это, это было на улицу, а вот, правда, значит, молодой человек приехал к своей девушке, да, на таком достаточно крутом, как сейчас говорят, мотоцикле, поскольку она жила, значит, в историческом здании, в историческом доме, да, ну, эта дворовая территория была закрыта воротами, ну, поскольку было, это около 11 вечера, он оставил мотоцикл около парадного, да, значит, на утро, когда, когда попрощался со своей, и девушки, да, выходят, смотрят, мотоцикла нет. Ну, естественно, мы получили, получили такой запрос, значит, и что оказалось, да, значит, мотоцикл был оставлен где-то около 11, где-то в районе половины первого, значит, со старой Риги идет на компанию молодых людей, вполне нормальных, да, молодых, в хорошем настроении и так далее. Молодежь решила пофотографироваться на фоне этого, этого, этого мотоцикла. Значит, сфотографировались, сфотографировались, да, и с разных ракурсов и так далее, и в какой-то момент этот мотоцикл упал. Значит, молодежь разбежалась, и через где-то несколько минут, значит, идет молодая пара, пожилая пара, пожилая пара, да, но, по всей видимости, значит, муж и жена, значит, они подходят, смотрят, но, по сути дела, мотоцикл упал на тротуар, да, что делает этот, ну, муж, мужчина и так далее. Он поднимает этот мотоцикл, да, и с тротуара его убирает и заводит в соседний двор, за угол, да. Вот, вот такие, такие они были. И нашли там, да? Все нашли, это буквально было, значит, утром, утром был звонок, где-то к обеду уже разобрались. Пока запрос, пока прокрутили, значит, нашли там и так далее. Все, и в ценностях сохранности. Но вообще само осознание того, что есть камеры видеонаблюдения, оно останавливает хулиганов? Да, да. То есть это действие, да, это прямо можно увидеть, да, что они там не знают? Это можно видеть, да, значит, есть, конечно, кадры, где, скажем, ну, используются там капюшоны, там, очки, там и так далее. И мы многократно, значит, вот пресекали и потом находили виновных, полиция. Значит, вы знаете этот известный гертрудницкий туннель, да, с Далгопилс на Гертрудес. То же самое, да, значит. И после этого такая вот молва, что, значит, лучше не надо, да, потому что... Заметут. Это работает, однозначно говорю, что работает. Ну, хорошо, если мы действительно тогда, если с статистической точки зрения Кингерак и Московский форшстат уже ничем не отличаются от других районов Риги, есть ли, может быть, какая-то идея, не знаю, пиар работы, потому что стереотипы все равно остаются, они живучи и никуда не исчезают из, как бы, людской молвы. Может быть, я не знаю, как это можно сделать внутри Риги, ну, не знаю, в социальных сетях, например, или еще что-то, вы об этом думали? Пиар работы по... По улучшению стереотипов. Да, их повышению. С тем, чтобы когда... Потому что сейчас, если там хочется сказать, какой же там криминальный район в Атве, там, не знаю, пошутить, не в Атве, а в Риге, то шутки, конечно, они всегда про Кингеракс, про Форштадт, про 15-й троллейбус, они уже там десятки лет одни и те же шутки. Хочется же как-то от этого избавиться, имиджа. Хороший вопрос, значит, обязательно мы об этом подумаем, да, значит, но в рамках того финансирования, которое нам выделяется, значит, мы считаем свою главную задачу все-таки благоустройство той административной территории, которая находится в нашей ведении, да. Говоря о том самом московском Форстате, да, ну, наверняка вы тоже были, да. Посмотрите, как выглядит Мера Дарс, Глус Айс Дарс, да. Сегодня это классическая сцена, молодые мамы с детьми, бабушки, дедушки, с детьми, это коляски, это детская площадка, да, и все те действия, которые, ну, мы привыкли к такой картине, да. Да, бывают отдельные, да, там, значит, хулиганские выходки по детским площадкам, там, по граффити и так далее, да, но однозначно могу сказать, что общий вектор – это однозначно положительно. Ну, Кенгаракс, получается, у жителей Кенгаракса нет необходимости выезжать куда-то в центр за, ну, условно говоря, за культурными мероприятиями, за отдыхом, по какими-то покупками, то есть это, ну, есть возможность в самом районе? Думаю, что с точки зрения покупок однозначно, поскольку, вот, и в последние годы, тот самый, вот, Акрополис, значит, который появился на территории Московского форштата, да, и другие центры, они позволяют это дело делать. Значит, по культурной программе, по отдыху, ну, мы в последние годы, ну, шаг за шагом идем по благоустройству променадов Кенгараксы, да, значит, в рамках того финансирования, которое нам предоставляется, да, значит, мы каждый год продвигаем там от 500 до 800 метров променада, предвосхищая, может быть, какие-то возможные, значит, звонки, хочу сказать, что вот в той части, которая относилась к собственному самоправлению, мы этот променад уже, значит, реализовали. В настоящее время департамент собственности решает с владельцами собственности, которые, значит, находятся на следующем этапе по трассе этого променада, по возможному отчуждению, значит, той части, которая необходима для развития променада, чтобы мы этот променад могли обустроить и довести до наших дарзиней, да, и соединить с Аллоспилсом. Такая, такая конечная цель. Вот вопрос пришел, расскажите, пожалуйста, про Дегловский мост. Второй год стоят работы, когда ожидается завершение работ? Предыдущий состав Думы озвучивал свою, так сказать, сроки, сроки ремонта этого моста, да. Я думаю, что активнее работы начнутся, когда будет избран новый состав Рижской Думы, да. Но при этом хочу сказать, что ремонт конкретного моста и мостов вообще, к сожалению, не компетенция исполнительной дирекции. Наверное, у нас сейчас время небольшой паузы, после чего мы вернемся в студию и продолжим. Исполнительный директор восточной дирекции Риги Дмитрий Павлов сегодня у нас в студии. Продолжается «Утро на Болткоме». Артем Липин, Олег Пека сегодня его проводит. Исполнительный директор восточной дирекции Риги Дмитрий Павлов сегодня в нашей студии. Да, мы до перерыва немножко уже стали говорить. Вот вопрос был о мостах, и вы сказали, что у предыдущего созыва там были какие-то сроки. И у меня перетекающий вопрос. Мы знаем, что сменилось, когда предыдущий созыв, он сменился на временную администрацию. Планировалось, что они останутся на два месяца, но коронавирус внес свои поправки. Как вообще работает с временной администрацией, особенно учитывая, что они остались намного дольше, чем планировали, и в принципе они, ну как бы, жизнь их к этому не готовила, что называется. Как идет сотрудничество? Вы знаете, ну поскольку мы как исполнительная институция, мы должны исполнять те решения, которые принимает временная администрация. Конечно, я хочу сказать, что когда мы готовили проект бюджета, в прошлом году проект бюджета этого года, мы заложили целый ряд таких, ну как нам кажется, очень нужных для развития Латгальского предместия, скажем, вопросов развития. И когда, к сожалению, утверждался бюджет этого года, ну тут наверняка с оговоркой, с учетом всех ковидов там и так далее, да, значит, целый ряд вот этих предложений и идей в утвержденный бюджет не вошли. С этой точки зрения, конечно, нам очень жаль, но я надеюсь, что вот новый состав Думы, который будет избран, как говорится, к этим вопросам обязательно вернется. Ну, бюджет-то понятно, а в целом, ну не знаю, там чисто по-человечески, насколько, ну не знаю, построен диалог, потому что это же понятно, что может быть просто вам сказали, вы сделали, а может быть какое-то обсуждение, выслушивание мнений друг друга, это тоже же разный уровень работы. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы вот диалога было больше, больше, это да, это да. Так, совещания у нас проходят регулярно, даются задания и устно, и письменно, мы их получаем, но диалога по, скажем, конкретным вопросам, хотелось бы больше. Вопрос, вот, я думаю, который волнует очень многих рижан, повышение кадастровой стоимости земли, который может очень сильно ударить по бюджету каждой семьи, живущей в Риге, ну и вообще в Латвии. Вот как вы, не видите ли вы угрозу того, что это может, ну, во-первых, привести к проблемам, действительно, и так вот сейчас из-за пандемии очень сложная ситуация с доходами у многих, упали доходы, кто-то вообще потерял работу, а если еще и будет вот повышение кадастровой стоимости, это может привести к тому, что, ну и к задержкам платежей, и к ухудшению финансовой ситуации. Да, к сожалению, такой риск существует, да, и в этом плане, конечно, и жители, и бизнес могут пострадать, но если для жителей, скажем, у самоуправления есть право принимать и проголосовать за какие-то скидки по налогу, которые сейчас есть, да, то вот бизнес, он останется вот после, даже вот после вот этого ковидного времени, может оказаться в достаточно таком затруднительном положении. И если мы говорим, что рабочие места, развитие бизнеса, да, это разогрев экономики и все остальное, да, то с этой точки зрения пока, я думаю, что это очень сложный вопрос. И отношусь к нему очень осторожно. Вот мы затронули в разговоре тему, что практически все, вся земля находится не в собственности самоуправления. А вот как решается вопрос, я понимаю, что ведь жители дворов, домов хотят, чтобы приводили дворы их в порядок, но с одной стороны, это как будто бы, я понимаю, что и не в собственности самоуправления. Вот насколько здесь, понятно, желание жильцов, скажем, чтобы были заасфальтированы дороги, чтобы все было благоустроено, с другой стороны, это как будто бы не в собственности самоуправления, и самоуправление может сказать ваша собственность, ваши проблемы, ваше, значит, благоустройство. Да, действительно, вот вопрос благоустройства внутриквартальных территорий, это одна из функций, которые возложены на исполнительные дирекции. И в последние годы, значит, Рижское самоуправление ежегодно выделяет довольно большие, значит, суммы финансирования, да, на приведение в порядок этих внутриквартальных территорий. Но тут я должен оговориться, что это финансирование, и мы вправе благоустраивать только дворы, которые находятся в собственности самоуправления. Значит, если это частная территория или полностью приватизирована, да, значит, ну, к сожалению, у нас такой возможности нет. Хотя, я тут же сразу должен оговориться, что в этом году таких адресов и таких пожеланий у нас нет, но в предыдущие годы отдельные кооперативные товарищества, да, значит, жильцов к нам обращались, и мы с согласием Рижской Думы решали этот вопрос таким образом, 50 на 50. И еще одна оговорка, которая может, значит, пойти на пользу вот этому будущему благоустройству, это если у конкретного проезда или дороги есть сервитут. Ага. С деталями я не знаком. А вообще, если мы говорим там о каких-то новых развлечениях... О, да, давайте вам обращать. Здравствуйте. Доброе утро. Пожалуйста. Мы попросим вот вас, да, надеть наушники. Да, пожалуйста, задавайте вопрос. Я хотел бы задать вопрос вашему гостю. Вот есть Ивановское кладбище, а там рядом живут много людей цыганской национальности, многие молодежь наркоманы. И вот некоторые из них пугают там на кладбище одиноких женщин, нападают, сумочки воруют. Я даже видел однажды, с обезумевшими глазами пробегал, но я мужчина, он меня испугался. А полиции я сколько там, десятки лет, пятьдесят лет хожу, ни одного полицейского не видел никогда. Почему там нельзя навести порядок? Спасибо. Спасибо. Вы знаете, если речь идет о самом Ивановском кладбище, да, я его довольно часто сам посещаю, поскольку похоронена супруга, то я хочу сказать, что территорию Ивановского кладбища обхозяйствует не самоуправление, а Гребенщиковская община. И, конечно, со стороны Гребенщиковской общины, ну, как мне кажется, надо бы в данном случае активно поработать, да, чтобы, ну, исключить полностью такие случаи. Может быть, привлечь какую-то частную охранную компанию, да, по наведению порядка. Значит, по наркоманам вокруг, да, я знаю, что участок государственной полиции на Гоголе регулярно этим занимается. Ну, если вот, потому что мы знаем, что по всей Риге есть такие места, которые, ну, полиция приходит, разгоняет, уходит, люди возвращаются. Вот как раз, может быть, там установите самые камеры видеонаблюдения, про которые вы говорили, или еще что-то. Ну, потому что если возвращаются, то есть такая краткосрочная мера, приход полиции, дежурить там тоже вряд ли можно. Ну, знаете, соглашусь, конечно, да, и, но с другой стороны, вот, и госполиция, да, и самоуправление, и все жители, мы поставлены вот с вопросом наркомании, ну, мы боремся с последствиями. Вот, я думаю, что намного эффективнее была бы борьба и результат, если бы, как-то, и законодатель предусмотрел бы меры к тому, чтобы вот этот вред и это зелье не поступало к нам. Что вы имеете в виду? Более четкий досмотр на границы? Да, да. Да, вот продолжая, может быть, тему дворов, очень часто нас слушатели задают вопросы в программе «Добро пожаловаться». Я понимаю, что многие жители домов не очень довольны тем, что начинают люди парковать машины, ну, вот, во дворах, там, для удобства, и поскольку количество парковочных мест ограничено. Вот, вы уже упомянули, вот, как решение сервитут, как можно, можно закрыть, вот, въезд, условно говоря, чужака? Могут ли жители, вот, какого-то небольшого района, вот, микрорайона сказать, что нет, этот дворик наш, мы не хотим, чтобы сюда заезжали, например, ну, вот, без разрешения какие-то левые люди, которые, может, ну, просто работают здесь в районе? Да, действительно, жители сами могут принять такое решение. Первое, с чего надо начинать, это собрать собрание или сделать опрос самих жителей, совладельцев этой территории, принять решение по установке конкретных знаков, которые, вот, ограничивал бы парковку, значит, ну, как вы сказали, как говорится, чужих, да, это первое. И потом существует два варианта, или они сами этим делом занимаются, обращаясь, обращаясь и согласовывая, вот, этот возможный проект по установке знаков, или поручают это обхозяйствующей организации, или Рига-Снамопарвалнекс, или любой другой, который обхозяйствует их собственность. То есть это все решаемые вопросы? То есть это, если есть, главное, чтобы было желание и инициативная какая-то группа людей? И вы знаете, вот, до недавнего времени, вот, как мне казалось, да, что достаточно успешно вот эти вопросы решают жители, вот, мне очень нравилось, по улице Валдемара, да, значит, туда, вовнутрь, когда заедешь, да, то, ну, в достаточно большом количестве даров такие знаки установлены, и проезжаешь, вот, парковка, все там четко расставлено, да, и без каких-то явных нарушений. Ну, могу сказать, что в последнее время, в последние 2-3 года, и у нас, вот, особенно в спальных районах и плявниках, в Кенгараксе, да, такие знаки устанавливаются. И жители сами, вот, проявляют большую инициативу по наведению порядка у себя под окном. Еще один звонок у нас есть, мы его приняли, здравствуйте. Здравствуйте, Денис, меня зовут, хотел бы, вот, по московскому фаштату еще поинтересоваться. У меня у самого есть там квартира на улице Лудзес, и какое-то время мне пришлось там даже пожить. Очень красивый район, мне очень нравилось, он такой, не похожий на других, у меня своя душа такая есть, все такое интересное. Но много очень запущенных зданий, ну, трущок, не трущок, но довольно много таких переулков, которые, ну, очень-очень запущены. Вот, планируется ли что-то делать с этим, как-то расчищать, облагораживать район, или это все частная собственность, и все люди сами должны делать? Спасибо. Спасибо. Ну, мне кажется, мы это уже обсудили в начале передачи. Да, Денис, мы уже на эту тему говорили, к большому сожалению, абсолютное большинство зданий – это частная собственность, да, и, конечно, вот, вопросы приведения в порядок, благоустройство, реновации – это ответственность и компетенция собственников этих зданий и сооружений. С точки зрения возможной помощи со стороны самоуправления, как я уже говорил, существует вот программа софинансирования, значит, таких проектов, и с таким предложением, с таким просьбой можно обращаться в Рижское самоуправление, конкретно в департамент собственности Риги, и уже 4 года такие проекты реализуются. Кстати, вот в эту тему вопрос пришел по СМС, спрашивают, что вот, ну, точнее, говорят, что в Литве, вот, вроде бы, существует принят такой закон о том, что собственник обязан вот жить, проживать в Литве, иначе здание переходит государству. Я вот не знаю, действительно ли есть такой закон. Это очень странно. То есть, если я уехал жить в другую страну, у меня забирают мою собственность? Да, непонятно. То есть, я, честно, тоже не знаю, но вот вопрос такой, что не нужно ли перенять вот опыт Литвы. Но я понимаю, что это скорее компетенция решений, конечно, Сейма. Да, однозначно. И это все вопросы, скорее всего, туда. Я хотел еще уточнить по территории. Я правильно понимаю, что улица Тербатес – это Ваша? Да, да. Может быть, чуть подробнее про это. Мы знаем, что сейчас улица Тербатес является пешеходной, на месяц ее такое сделали. Как Вы оцениваете, что там сейчас происходит, насколько это работает, и насколько это может быть потенциально навсегда остаться у нас так? Вы знаете, ну, к этому проекту, как-то к Омовому улице, пешеходной улице, ну, об этом говорилось достаточно давно, да, и уже вот даже на моей памяти было несколько попыток как-то вот этот проект реализовать, да. Вы наверняка знаете, да, что в начале этого года вот… Каждую первую субботу… Каждую первую субботу, да, какая-то из улочек центра, да, первая была Тербатес, значит, была открыта для пешеходов. И мне кажется, что вот в ходе вот этого первого эксперимента были нащупаны достаточно такие многие положительные моменты, как говорится, во всем этом. Тогда мы от Рижской думы тоже получили такое задание, ну, провести такой экспресс-опрос среди предпринимателей, которые работают на улице Тербатес, да, на предмет того, как они относятся к этой идее. Но опрос мы провели, да, и вопрос был, задавался, как вы относитесь к тому, что один раз в неделю, скажем, та же самая суббота, значит, эта улочка бы становилась пешеходной. А по улице Тербатес мы получили абсолютную поддержку. То есть все торговцы… Ну, не все, ну, не все, ну, не все, да, скажем, там… 90 процентов. Ну, где-то так, 86, по-моему, да, если мне память не изменяет, да. Значит, были среди тех, кто был против, скажем, магазины, которые торговали крупногабаритным товаром, да, значит, магазин, который занимался там интернет-торговлей, да, когда вот люди не только с Риги, да, Рижане, но и с регионов Латвии приезжают за конкретным товаром, да. А вот эта часть, но она была немногочисленная, да, как я уже сказал, абсолютно, ну, подавляющее большинство все-таки было за. Что касается вот этого проекта, значит, в целом на месяц, ну, как мне кажется, экспресс-опроса мы не делали, мы не знаем вот этой обратной связи, да, значит, вот сейчас уже по факту. Ну, надо сказать, что я бы немножко повременел с этим проектом, да, и закрытием улицы на месяц, да, учитывая вот эти факторы ковида там и так далее. Лучше, если делать этот проект, да, то тогда, ну, надо было, значит, делать таким образом, да, чтобы, ну, все факторы вот этой пешеходной улицы, они срабатывали. И культурная программа, и торговля, да, и все то, что, как говорится, было предусмотрено. Ну, сейчас она такая немножко, ну, половинчатый проект получился. Но Вы сказали, что не проводили до опроса, а по факту, когда этот месяц закончится, будет ли проводиться какое-то исследование, чтобы понять мнение? Ну, Вы знаете, вот проект улицы Тербатес, это полностью, значит, мы в данном конкретном случае нас не привлекали, и задания не давали с какими-то конкретными опросами, да, значит, это было решение полностью временной администрации. То есть, это и они проводят, и они узнают, ну, может быть, к Вам лично, может быть, кто-то обращался из торговцев или просто жителей по поводу этого? Нет таких каких-то отзывов, значит, у нас, у нас нет. Но вот насколько Вы считаете, есть ли какое-то противоречие в том, что часто бывает, ну, сталкивают вот город для машин или для пешеходов, вот как такой антагонизм нагнетается, иногда туда привлекают и велосипедистов с велодорожками, что вот надо убрать машины вообще из города, ставить только... Вы знаете, ну, вот любое такое нагнетание и сталкивание лобами, значит, разных их категорий жителей, ну, я не считаю это правильным, да, значит, надо все-таки достаточно выдержанно, да, и продуманно работать и с одной аудиторией, и с другой, и находить общие точки соприкосновения. Вот мы буквально пару минут назад говорили по внутриквартальной проезду и про парковку во дворах. Ведь то же самое, да, скажем, однозначно жители с первого, второго, третьего этажа, они не в восторге, когда перед окнами паркуются машины, да, а когда вот в летнее время там, скажем, ну, как один раз мне по телефону сказали, что, ну, что вы думаете, вы хотели бы жить в такой квартире, когда утром там где-то в 7 утра, значит, перед окнами кто-то кричит, Вася на пятом этаже, да, давай быстрее, а то все грибы соберут, да, или зимой, когда эти машины разогревают, то есть, вот надо, надо приходить к общему знаменателю, к пониманию, так сказать, как-то поступаться чем-то, да, ради общих интересов, да, и вот как мне кажется, вот тогда будет результат. Ну, это очень похоже на то, что мы говорили, мне кажется, в начале диалога о том, что иногда очень сложно понять, какие интересы общие, да, там та же улица Терпет, где вы говорите, что да, 86% торговцев за, но вот есть же и эти 14%, которые против. Получается, что им приходится, что решение, ну, надо любое принять решение, и оно будет кому-то в любом случае невыгодно. Или с машинами, то у нас, ну, Ригу не так просто перестроить, особенно центральную часть, где много исторических зданий, и, ну, ширины дороги хватает, ну, насколько хватает, надо выбирать, либо там больше полос для автомобилей, либо шире тротуара для пешеходов, либо еще велодорожку, все равно кто-то останется в минусе. Ну, допустим, вот в вами упомянутом проекте улицы Терпетес, да, ну, мне кажется, что нужен был бы более тщательный диалог с теми, кто против. Почему ты против, да, что тебя смущает, вот скажем… Ну, понятно, крупногабаритные товары, машины не смогут подъехать, чтобы его забрать. Ну, да, а может быть у него, так сказать, скажем, вот я знаю конкретный магазин, о котором речь идет, да, вот у него соседняя улочка, может быть там, где стоянка Рига Сатекс, и, может быть, можно было решить, чтобы выделить одно-два парковочных места для того, чтобы вот те клиенты, которые приезжают за товаром, так сказать, да, значит, могли бы беспрепятственно пользоваться. Да, и вопрос решен, да, то есть, ну, в любом случае, вот только через дело. Какие-то громкие, вот сейчас стало меньше, конечно, мероприятия, но вот с послаблением вот этих ковидных ограничений снова возобновляются всевозможные молодежные там дискотеки, какие-то шумные мероприятия. Вот как делать, ну, куда жаловаться жителям, если они, например, ну, недовольны соседством каких-то вот… Ну, или если они просто видят, что нарушаются ограничения ковидные? В полицию, да, это и муниципальная полиция, и государственная полиция, да. Значит, допустим, та же самая вот шумы, значит, и все, что связано вот с таким громким поведением, оно в достаточно большой мере связано и со Старой Ригой, да. И мы в сотрудничестве и с полицией самоуправлениями, и государственной полицией тоже вот должен подчеркнуть в диалоге с предпринимателями, да, значит, стараемся решать эти вопросы. Потому что в одном случае гостиница рядом кафе или ночной бар, да, и там бизнес, и здесь бизнес, да. Значит, гостиница жалуется, что их постояльцы после 11, значит, чувствуют себя неуютно, да, а у ночного бара сегодня, значит, вечеринка, так сказать, он платит большую аренду, так сказать. Вот находим какой-то общий знаменатель. У нас совсем много времени стоит, может быть, один вопрос. Мы знаем, что из-за того, что у ковид ограничения, то многие бары, рестораны, они не могут работать в полной мощности, из-за этого появилась проблема фактически из-за Америки 30-х годов подпольных баров, каких-то подпольных вещей устраиваются ли какие-то, не знаю, рейды периодические, чтобы вот эти вещи присмотреть? Или это по заявлениям в основном? Это компетенция полиции. То есть... Это компетенция полиции, да, если до нас через жителей или какие-то другие обращения мы получаем такую информацию, что по конкретному адресу что-то непонятное происходит, мы, конечно, обязательно информируем. А получали? Пока нет, пока нет. Ну, слушатели, если вы что-то увидите, услышите, будьте добры, сообщите, мы не хотим второй волны. Наверное, пришло время заканчивать, к сожалению, подходит время эфира. Дмитрий Павлов, исполнительный директора Латгальского, предминистре Риги был у нас в студии. Артём Липин, Олег Пека провели сегодняшнее утро. Евгений Копейн, наш звукорежиссёр. Спасибо, что слушали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова